Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот тему, которую я давал в занятиях, потеряю, и мы их озвучиваем. Стихии. Стихием относится все природное, созданное Богом. Вода, воздух, земля, огонь. Человек создан из одной стихии, из земли, бытие. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Как Бог сотворил стихии, как они действуют. Что в этом мы получаем для себя ненасказательное? Что говорит об этом Библия, пребудрая Соломона? Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель их мудрости и исправитель мудрых. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие стихии. Начало, конец и средина времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. Сейчас могут разными методами узнать даже количество молекул в одном зернышке. Но могут ли искусственно создать маковое зерно хотя бы? Пробовали? Да ничего таки не получилось. Узнали, что состав молока входит 96 разных компонентов, аминокислот. Химический состав совершенно точно известен. Пробовали много лет создавать молоко в Швеции. Получилось из травы, зеленая. Но кошка, которую кормили этим молоком, через неделю и сдохла. Бог установил непереходимую пропасть от мертвого к живому. Познав это, человек говорит, «Ты же знадавец», — премудрость Соломона. Самые стихи изменились. Как в арфе звуки изменяют свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Раньше как-то по природе могли узнавать погоду. Но сейчас, говорят, такое изменение во всем, что не сходится по приметам. Чтобы узнать, поспел ли арбуз, мы делали так. К арбузу ляжешь и на голову его давишь. Если хрустит, значит рви, поспел. Теперь разные приборы есть, но все равно продавец обманет покупателя. И нитратный пузырь тебе всучит, напомню души. Полумертый будешь, умирает. Бог изменяет свойства разных растений на пользу верным и на вред врагам. Во времена Антихриста небо будет, как железо. Облака, как взнузданные кони, понесутся по небу, нигде не испуская ни капли влаги. Сейчас пытаются создать дождь. Завезли все нужные химикалии, но нет нужных облаков. Если небо чистое, то ниоткуда дождь создать не могут. Огонь. Что он из себя представляет? Жизнь, тепло, казнь. В огне погибает Содом, и в огне будет предшествие Спасителя. Серафим значит огненный. Откровение. Овощи у него, как пламени огненные. Язычники, премудрая Соломона. Почитали за богов, правящих миром. Или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Как много богов. Бог карает людей природными стихиями, обуздывая их, Исаия. Зато, как огонь съедает Солому, и пламя истребляет сено, так и стреляет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели Слово Святого Израилева. Не дай Бог, конечно, но одна спичка, и все сгорит. Вокруг обложились сеном все, раскиданно на десятки метров от дворов, и так режет летом, а сушь, ветер зашевелит, пересохшее, пороховое. Откровение. Советую к тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помашь глаза твои, чтобы видеть. Третьи ездры. Тогда настанет испытание избранным Моим, как золото испытывается огнем, Сирахов. Ибо золото испытывается в огне, а люди, годные Богу, в горниле унищежения. При расплавлении тяжелое седает вниз, а прочее вверх, как в кринке сметана. У нас Бог, и нас Бог переплавляет, что ненужное, оно поднимается, и как шелуха, мякино улетит, а серьезное, тяжелое останется, уляжется на дне. Бог так устроил, в каком порядке цвета в радуге, так и в каждом расплавленном металле свой спектр, и другим не может быть. Поэтому могут определять даже наличие каких-то металлов на других планетах. Не убрал что-то старое, острое, и оно упало на ребенка, и ты говоришь, что не знал, что это случится. Чего не знал? Того, что тяжелое падает вниз, знал. Что острое перерубает мягкое, выходит, что из-за раскрытую яму, из-за провода электрические, оголенные, должны нести ответственность полную. Если ты не строишься к зиме, то противишься Божьему становлению, ибо знаешь же, что зима будет. Наказание нечестивым огонь и червь, от Марка. Где червь их не умирает, и огонь не угасает. Любите размышлять о баде в бане, у печи. Гнев человека огонь, Сирахов. Не испорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его. Не играя с огнем. Эквивалент немецкой пословицы не рисуй чертиков на стене. Второзаконие. Во свидетели перед с вами призывай сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, Сирахов. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Пред человеком и жизнь, и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему. Состояние человека, его души, зависит от ревности его, Сирахов. Какого вещества огня, так он и возгорится, Сирахов. Что главное для человека? Главной из всех потребностей для жизни человека вода. Огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло, и одежда. Есть люди или глухие, или слепые. К примеру, мы сушим семечки. Может замочить дождь, так как гремит и сверкает. Знак дается и тем, и другим, чтобы готовились. Так и знамения во вселенной даются настолько ясно для всех, чтобы приготовились к встрече спасителя. Сейчас война в Чечне, завтра на Алтае, Китай может быть. Приготовьтесь, беспечные. Без огня нет кодильного дыма и молитвы, Сирахов. Как огонь сладаном в кодильнице. Господь предает огню через врагов, Варух. В то время, когда халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем. Огонь, тепло, это тайна. Третья ездра. Тогда я сказал, говори, господин мой, он же сказал мне, иди, извесь тяжесть огня, или измерь мне дуновение ветра, или возврати мне день, который уже прошел. Прогонит ли кто голодного льва в лесу, или угасит ли мгновенно огонь в соломе, когда он начнет разгораться. Прочитаешь, такой истрат берет за пожароопасное состояние на ваше. Только чудо Божье вас еще сохраняет. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Исайя, будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не спотопят тебя, и пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, римлянам. Вы сердие не ослабевайте, духом пламените, Господу служите. Кто познал любовь, тот знает, что человек в этом пламени преображается полностью. Когда вспыхнет любовь к Господу, то все сразу же изменится. Песня. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Нераскаянные грешники будут гореть в огне. Лука. И Возапих сказал, «Отче Аврааме, вы милосердесь надо мною и пошли лазаря, чтобы помочил конец перста своего воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени всем». Все окружающее нас аккумулировало солнечное тепло. Стоит дерево холодное, а разожги его и даст тепло. А откуда оно в нем? Говорят, что это то солнечное тепло, какое это дерево выбрало в себя, когда росло. Так и душа человека, пока живет, она вбирает в себя от Духа Божия. Берет силу от солнца Христа и с этим отходит. Псалом 8.3 «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Огонь освящает, освящает, очищает». 4.4 «Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятниками». 1.5 И соорудил там Давид жертвенник Господу и вознес всесожжение и мирные жертвы и призвал Господа. И он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения, которое предупомянул. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом». Илья возносится в огне и враг тоже огонь сводит с неба Иов. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает «Огонь Божий упал с неба и попалил овец и отроков и пожрал их и спался только я один, чтобы возвестить тебе окровение и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. Так и атомный смерч может пройти по земле 2 Петра. Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом приедут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают Колоссянам, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? В житиях святых говорится о том, что огонь в одежде носили святые, и огонь не сжег одежду. А тут одна из кранов уражку у меня попала, дырку прожгла. Читаем, что при пожаре бросили в огонь письмо Феодора Студита, и пожар угас. Попробуй брось свои или мои письма, он еще сильнее разгорится. Мы не чудотворцы, а самые нормальные советские верующие святые. Нас пожарная часть будет защищать, если не пьяные пожарники будут в этот день. Вода. Вся жизнь произошла из воды. Это и наука доказывает 2 Петра. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Вода и казнь потоп. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Тяжелая вода смертоносная энергия Псалом 103. Ты послал источники в долины, между горами текут воды. Чудо Божие, что вода, текущая вниз, сама поднимается и в горы, на вершины, и в листья деревьев, и в облаках. Вода это одно из самых великих чудес Божьих на земле. Вода в таинство крещения, причащения. Она присутствует при рождении и при погребении. Там и здесь омытие совершается. Вода символ очищения. Происхождение воды неизвестно. Обо всем можно сказать, какой день произошло. А вот когда произошла вода, если перед творением мира уже она была в бытие, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Создается такое впечатление, что как будто она была уже до первого дня творения. Необычные ее свойства, ибо ни один предмет в мире не обладает такими свойствами, как вода. Все при холоде сжимается, но вода при 4 градусах тепла начинает почему-то расширяться. Это нужно для всех водоемов. Лед это вода в сжатом виде. Вдруг оказывается легче воды и не ложится на дно, а плавает на воде и укрывает воду как одеялом. Чудо! При высокой температуре вода поддерживает огонь, она сразу разлагается на кислород, поддерживающий горение, и на водород, который горит. Был случай в Индийском океане. Была буря и при скорости ветра 450 км в час ветер настолько сильно рвал и поднимал волны, и разлагались они на составные части воды, и она от вспышек молний горела, и огненные валы катились на берег. Гнев Божий не повторится через воду, и как знамение тому радуга семицветная, солнце в тысячах капелек вод бытие. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и воспомню завет вечный между Богом и между землей, и между всякой душой, во всякой плоти, которая на земле. Откровение. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагну. Человек состоит из воды на 76,3%. Макрея настолько огурец может быть, у него 99% воды. Кто мы? Это бурдюк с водой. Чудо с водами в житиях святых постоянно являлось воздух. Состав воздуха в процентном отношении великое чудо. Если было меньше кислорода, то не было бы жизни на земле. Если было бы больше, то от удара молнии все сгорело бы на земле. Кто так премудро сделал все это? Илья, Енох, Филипп, Авакум, переносились по воздуху, как и апостолы Тетей Ездры, которого престол неоценим и слава непостижима, которому с трепетом предстоят войства ангелов, служащих ветре и огне, которого слово истина и глаголы не приложены. Не думайте, что ветры просто так дуют. Это ангел управляет ветрами. Откровение. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, да какое дерево. Стихийные бедствия, землетрясения, ураган, наводнения, извержения, оползни и тому подобное. Мы не можем ждать милости у природы, взять их у нее, наша задача, говорил безбожник Мичудин, отнять, как у врага, а природа наш друг. К ней надо прислушиваться, жить в сотружестве с ней, не боготворяя ее, как Иванов Иванов Порфирий, этот антихрист на русской земле. Учитесь правильно дышать. земля земля поглощает творящих разделение и зло и ереси и секты числа 16 глава лишь только он сказал словасии расселась земля под ними и разверзла земля уста свои и поглотила их и домы их и всех людей кореевых и все имущество и сошлений со всем, что принадлежало им живые в преисподней и покрыла их земля и погибли они из среды общества. Она стоит на водах слом 135 утвердил землю на водах ибо вовек милость его тайно почему же она не размокает все плодородие земли от какого-то гумуса почему он вновь постанавливается плодородный слой земли созидается в природе около двух тысяч лет как на одной и той же грядке может и масло расти и сладость и горечь и дыня ароматная семечки в себе этого не имели по вкусу разложившееся человеческое тело прах имеет тот же химический состав что и окружающая земля процентом соотношения из земли врачества сирахов господь создал из земли врачества и благоразумный человек не будет пренебрегать со стихами мира господь разговаривает как с живыми у земли есть уста и голос бытия и ныне проклят ты от земли которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей откровения отверзла даже не подумаешь как-то отверзла отверзла но земля помогла жене и разверзла земля уста свои и поглотила реку который пустил дракон из пасти свои человек сам весь называется землей бытие но земля растлилась перед лицом божьим и наполнила земля злодеяниями земля имеет особую силу от тел святых погребенных в ней смотреть симфонию для жития святых земля при кончине мира стихи разрушатся 2 Петра распадутся на элементы как в оригинале указано 2 Петра ожидающим и желающим пришествия дня Божия в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают Михея и горы растают под ним долины распадутся как воск от огня как воды льющиеся скрутизны может быть это указание на ядерное расщепление стихиями мира называется наше природное вожделение и особенно плотская похоть римлянам ибо когда язычники не имеющие закона по природе законные делают то не имея закона они сами себе закон и не обрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании ибо если ты еще на дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине то тем более сии природные привьются к своей маслине у природы у стихии нужно учиться первое коринфянам не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы то это бесчестье для него и так свободны это указание природы в писании обходят монашествующие священники отпустили женские косички как буддисты ходят 19 столетий в церкви этого бесчестия не было а тут святость и силу обрели на зареи пьющие вино касающиеся мертвецов природа очень часто наш учитель и особенно для неучившихся в школе и левых партий как коммунистическая тут к нам приезжали активные деятели просили разрешения уток 10 тысяч развести на нашем пруде а тут свы не хотят держать ничего три петуха и одна курица отряхнулся и пошел а у другого 90 свиней или 14 единиц крупного рогатого скота не стыдно прищи поеди к муравью ленивец посмотри на действия его и будь мудрым нет у него ни начальника ни приставника ни повелителя но он заготовляет летом хлеб свой собирает во время жатвы пищу свою или поди к пчеле и познай как она трудолюбива какую почтенную работу она производит ее труды употребляет во здравие и цари и простолюдины любима же она всеми и славна хотя силой она слаба но мудростью почтена доколе ты ленивец будешь спать когда ты встанешь от сна твоего немного поспишь немного подремлешь немного сложив руки полежишь и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как разбойник если же будешь не ленив то как источник придет жатва твоя с кудой же далеко бежит она от тебя а вот живет ничего нет кроме корзинки для грибов и изделиться глядя на другого чтобы сообщить куда-нибудь таковы же милиционер подполковник Дружинин Генпет Геннадий Петрович обмана поселившийся среди нашей православной деревушки всю жизнь был милиционером и остался им вот все все они закончены потому что мы пленку переворачиваем и глядь кончалось это все 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 Продолжение следует...